Да, вижу, что плюсики пошли. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре, который будем проводить сегодня, который будет проводить Виталий Сергеенко. Вебинар посвящен теме, о которой спрашивали уже достаточно много, система VSA-анализа, и сегодня уверен, что Виталий расскажет вам много интересного о том, как данную систему использовать и применять уже непосредственно на практике. Я вижу, у нас много участников. Как всегда, давайте зададим традиционный вопрос, из каких городов, из каких стран здесь у нас присутствующие. Я вещаю из Сталина, Виталий будет вещать из Санкт-Петербурга. Напишите, пожалуйста, из какой вы страны, из какого вы города. Давайте посмотрим, с каких уголков нашей земли мы получили возможность объединиться на данном вебинаре и поговорить о этой интересной теме. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Безусловно, рисковая часть является одной из основных моментов, связанной с трейдингом, поэтому этому вниманию нужно уделять огромное количество. Ну и вся та информация, которая дается в рамках этого вебинара и всех вебинаров, которые проводит компания Admiral Markets, не должны вами восприниматься как прямая рекомендация к действию. Отлично. У нас большой разброс. Я вижу и Греция, и Россия, огромное количество стран, огромное количество городов. Я от себя хочу еще раз поприветствовать всех, пригласить также на наши следующие вебинары, которые будут проходить. Мы обязательно вас на них пригласим, постараемся расширить также линейку и вебинаров. И также, отвечая заранее на ваш вопрос, хочу сказать о том, что запись вебинара будет доступна на нашем YouTube-канале. Ссылку на него сейчас я приложу. Вы можете на него подписаться, потому что на нашем YouTube-канале также Виталий является автором уже, можно сказать, постоянной рубрики, которая посвящена анализу именно фондового рынка, поэтому также вы там раз в неделю можете найти его видео, посвященное обзору американских акций, индексов и также ETF. Поэтому подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить все новые видео, которые публикуются. Ну, с Виталием мы сотрудничаем уже достаточно давно, но я думаю, что Виталий также сейчас пару слов о себе расскажет для того, чтобы познакомить наших слушателей поближе. Возможно, вы видели также знакомых с Виталием, и сейчас я готов передать слово тебе, поэтому выходи в эфир и давай также проверим звук. Так, видно, слышно меня? Да, все видно, слышно. Поставьте, пожалуйста, коллеге также плюсики, что вы, Виталий, слышите. Так, дорогие друзья, всем огромный привет. Спасибо, Роман, за представление, за вступление, за приглашение на данный вебинар. Пока вы писали плюсики, даже видел несколько знакомых имен и фамилий, поэтому, кто меня знает, большой всем привет. Привет. Ну, давайте пару минут познакомимся. Вы уже написали, откуда вы. Да, я из города Санкт-Петербурга, именно вот в последние годы проживаю. Сам из Западной Сибири, из города Омска изначально, оригинально, да, какое-то время жил за границей, и вот два с половиной года назад вернулся в Россию, в Санкт-Петербург. Что касается меня, вы видите слайд на экране, но обо мне сейчас минутку поговорим. Напишите, пожалуйста, в чат о себе, да, то есть сколько месяцев, лет, десятилетий вы в теме трейдинга, инвестирования, и какой рынок торгуете. Форекс, крипто, фьючерсы, американский фондовый, российский фондовый рынок. Напишите, чтобы я понимал, насколько мы глубоко будем сегодня копать, и какие инструменты вам конкретно интересны, чтобы мы рассмотрели в плане того же ВСА-анализа. Что касается меня, то я в теме трейдинга, инвестиций, в октябре будет 12 лет, начал с валюты, с рынка Форекс, потом были фьючерсы, и последние годы в основном именно самостоятельно торгую, инвестирую на американском фондовом рынке прежде всего. Да, немножечко Европа, немного Россия, но в основном это именно американский фондовый рынок. И также я являюсь управляющим активами инвестиционной компании Rich Invest Group, которую мы с партнерами создали несколько лет назад. У нас в управлении сейчас чуть меньше 5 миллионов долларов, где-то 4,5-4,7, и у нас алгоритмические стратегии как раз на Форекс, на фьючерсах, у нас портфели акций ТЕФ американских, у нас в последнее время портфель IPO, участие в размещении американской фондовой биржи, ну и также стратегии на фьючерсах. В принципе, торгуем, инвестируем во все, кроме криптовалюты в последнее время, хотя немножечко в хайпе 2017 года мы также поучаствовали, но в небольшой мере. Совсем. Так, друзья мои, смотрю, что Форекс 4 года, 3 года, 2 года, Форекс, золото, FX, Форекс 4 года. Ну, тут уже такие стреляные бойцы, тертые калачи, вот кто-то уже с 2007 года бомбит. Алекс, приглашайте уже к себе на вебинар с 2007 года, как и я, тоже это уже давно и неправда. Так, американский фондовый рынок от Александра Пьянов, да, скорее всего. Отлично, американские акции «Метод Вайкова», «Драгметаллы». Ну, сразу скажу, вот для прошаренных людей, типа вот Вячеслава, что «Метод Вайков», фондовый рынок и так далее. Сегодня будет более базовый вебинар, да, то есть каких-то суперграйных штук, скорее всего, здесь для вас не будет. Хотя я постараюсь дать мясо тоже, дать информации той, которая, ну, поможет вам, что ли, структурировать те знания, которые у вас есть, именно по, допустим, ВСА-анализу, да, но какие-то ключики, какие-то фишечки, которые вы этого не знали, что-то у вас не получалось, на что-то не обращали внимания. То есть это как раз, ведь вся прелесть и вся фишка очень часто в каких-то мелочах, потому что нам кажется, что, ну, что там, все понятно, вот это прочитал, такая-то модель, такой-то объем, но там нюансов намного больше, и вот как раз мы об этом, о нюансах сегодня поговорим. Вижу, что, в общем, Форекса по-прежнему очень много, да, поэтому сегодня, думаю, и валютные пары тогда, фьючерсы на валютные пары мы также посмотрим, хотя я хотел сегодня больше акций смотреть, но раз публика валютные трейдеры, смотрю, в основном, то акции также добавим. Итак, вот сегодня батарея того, что мы с вами должны успеть, и так как дела много, давайте уже непосредственно будем начинать работать. Итак, первое, с чего хочется начать, естественно, с определения. Вот одно из основных определений звучит вот таким образом, вы можете вот зачитать, посмотреть на экране. Что мне в этом определении не нравится, да, мне не нравится то, что оно очень сухое, и по сути из него, ну, практически ничего не понятно, да, вот, ну, что-то, какой-то метод, какие-то ценовые, какие-то цены, какие-то объемы, на какую-то котировку оно там влияет, да, то есть обо всем и ни о чем. Что надо понять из этого вообще определения, и в чем здесь соль? Соль этого метода, да, вот, VSA переводится как Volume Spread Analysis, то есть нас интересует объем, да, на первом месте объем, на втором – спред, спред – это не комиссия брокера в данном случае, или какая-то биржевая комиссия, а спред – это именно разница между ценой открытия и закрытия свечи, бара и так далее, да, и его пики, то есть High и Low этой свечи, этого бара, и анализ как раз, вот, по сути, получается, объема и цены, то есть вот и есть весь VSA, да. Давайте теперь почитаем мое определение вообще объемного анализа, чтобы попроще об этом поговорить. Наша с вами задача понять, что объем на бирже, да, вот, первое, на первом месте в слове VSA – Volume, объем – это количество чего-либо, да, то есть это может быть количество валюты, контрактов, каких-то акций, или помидоров, или персиков, яблок, чего угодно, которые вы купили, да, какое-то количество за определенное, по определенной цене, то есть у нас здесь есть объем, есть также цена, то есть это очень-очень важно, да, вот поэтому, если вы там помечаете, пометьте себе вот это определение. Хотя Роман сказал, что будет запись на YouTube-канале Admirals Markets доступна, это большой, конечно, будет плюс. Что я здесь хотел дальше вам сказать, чтобы так немножечко вглубь пойти, что, чтобы понимать вообще объем и VSA-анализ, в моем понимании нужно видеть вот эту закономерность, именно правильный порядок анализа цены. Давайте я включу демонстрацию экрана. Надеюсь, ничего не собьется. Так, начать пока с экрана. А вы, пожалуйста, ох ты, оно исчезает, да? То есть, когда я включаю демонстрацию, исчезает сама демонстрация, да? Сколько я понял. Так, хорошо. Тогда... А, или здесь можно так презентацию включить? Так, друзья, видно ли мой экран сейчас? А, нет, если я отключаю, то не видно, да? Я понял. Здесь немножко по-другому так, да? Так, секунду. График появился, а сейчас исчез, да? Технические моменты здесь посмотрим. Так, монитор, а сейчас вы видите обратно презентацию. Все правильно, да? Я понимаю. Боже, скажите уже, что значит плюсики? Я спрашиваю то и другое, вы ставите плюсики. Ладно, окей, пока пишете, я понял. То есть, одновременно нельзя делать и то, и другое, но ничего страшного. Итак, окей, у нас с вами закономерности. Причина сделка объема цена. В чем проблема большинства трейдеров, да? Почему многие трейдеры теряют деньги и или они говорят, что да, все это фигня, какие-то фундаментальные там объемные анализы, главное это цена. Цена учитывает все. Вот индикатор врубил, там новенький какой-нибудь и типа все понятно. В моем понимании вот именно такой порядок есть и цена это последнее, то есть график это последнее, что мы с вами вообще в принципе можем и должны смотреть, потому что у нас до этого есть причина, которую часто мы с вами, как обычные смертные трейдеры не узнаем, не увидим. Да, то есть там инсайт никто не расскажет, что там, где там, мы видим уже по факту, увидим какие-то экономические события и, соответственно, мы не можем часто знать причину в моменте. Мы можем увидеть сделку и мы можем увидеть объем. Вот VSA-анализ как раз нам дает возможность посмотреть вот этот объем, который в моем понимании, он как раз и влияет на цену того или иного инструмента. То есть где он будет, какой уровень будет проторговки, да, как цена будет накапливаться там и как будет уходить в каких-то уровней. Вот об этом мы сегодня как раз как раз и поговорим. Так, так, так. Презентация вот так. Так, друзья, скажите, переключается ли вот эта вся история у меня? Видите ли вы слайд формирования объема на бирже, да, переключился? Все правильно? Отлично. Так, давайте я вот так, наверное, сделаю. Я думаю, что вам будет так лучше видно на секунду. То есть здесь в чем соль? Что мы с вами должны понять, что цены и вообще формирование объема на бирже происходит в консолидациях. То есть вы это себе пометьте обязательно в этот момент. То есть, иными словами, нас интересует флет либо баланс. Это та область, где как раз формируется уровень, формируется объем, формируется вот самая соль в этом VSA-анализе. Потому что часто люди берут и анализируют тренды, так называемые дисбалансы, если брать VSA-анализ, да. Но самая соль, вот находите вот эти разворотные точки, вот эти области накопления объема, как я это называю, области баланса, откуда цена в ту или иную сторону распределяется, да. То есть идет в ту или иную сторону. Соответственно, что мы с вами анализируем? Еще раз, да, когда мы говорим вообще о VSA-анализе. Это спред, то есть сама свеча, ее размер, тело свечи, так называемое, да. А дальше открытие-закрытие свечи, то есть эти важные моменты, да, и high-low этой цены, то есть в принципе спред, он тоже учитывает именно максимум, минимум за один день, да. Потому что изначально вообще эта история была создана для дневных свечей, то есть как и весь технический анализ, это должно быть четко понимать, не для пятиминутных свечей, не для пятнадцатиминутных, а для дневных свечей на фондовом рынке. Дальше это гистограмма объема, о ней мы сегодня, естественно, поговорим, и так называемый контекст. Вот это нюанс, который вам будет важен, да. Итак, давайте посмотрим, чуть-чуть я уменьшу, да, я думаю, что будет. Так, давайте вопросы, вопросы чуть позже, да, будет для этого специальное отведенное время, я отвечу на все вопросы, в том числе по поводу выставки, если это будет нужно. Итак, спред свеча у нас бывает трех видов, узкий, средний и широкий. Вот здесь вам представлена картинка классическая, да, здесь именно бары. Ну, неважно, тут это могли быть бары, могли быть свечи, это не так важно, да, потому что... Так, кстати, вот инструмент рисования, ну-ка, допустим... Нет, ладно, не буду экспериментировать, не пробовал инструмент рисования. Хочется вам порисовать и в то же время демонстрацию экрана показать, поэтому, ладно, не буду. И вот у нас здесь есть с вами, обратите внимание, фишка, какая в АВС-анализе, что они просто берут, да, пионеры вот этого метода и просто говорят, ребят, мы здесь не самые умные, не самые красивые, мы не за какую-то суперточность, а вот чем мне нравится этот метод, да, он такой, больше именно есть человеческий там фактор, то есть мы должны принимать решение как бы вот визуально, да, для визуалов такой метод. И они говорят, что есть просто три типа свечей. Маленькая свечка, средняя свечка и большая свечка, да, и вот обозвали кузки, средний и широкий спрей. И, соответственно, здесь вот хоть плачь, хоть кричи, но нету какого-то золотого здесь сечения, золотых цифр, что вот 30 пунктов это маленький спред или там 50 это большой, здесь нету вот этих математических значений, это все измеряется на глаз, да, измеряется в среднем. Через пару минут мы посмотрим на графики и попробуем с вами потренироваться, чтобы увидеть, какой и где спред. Продолжение следует... Видимо, ФРС уже пытается помешать нашему вебинару. Сейчас с Виталием оперативно постараемся восстановить и звук, и картинку буквально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, на каком моменте я завис, друзья мои? Откуда мы начинаем с... А, я думаю, что отсюда, да? Со следующего слайда, я думаю, что это вы видели на спредах. Вот этот момент, да? Так, мы уже с господином Павлом уже созвонились, уже, в принципе, договорились давно, что 0.25 сегодня будет снижение, поэтому в Богдане все стабильно и спокойно. Так, иными словами... Да, нет, 0.5 не надо, 0.5 это еще, надо еще запас. Если 0.5, то евро-доллары вообще там обрушатся, сейчас это не самый лучший вариант. Итак, друзья мои, смотрите. Соответственно, точнее, не обрушится, а сильно отскочит, не то говорю, сильно отскочит. Соответственно, что касается вот этой всей петрушки, да? Делим, распиливаем также вот этот спредс, саму свечу на три равные части. Есть нижняя, нижняя часть, средняя и верхняя. Чем, вот если мы от нижней... Так, давайте я все-таки по-простому лучше включу демонстрацию экрана. Иначе так мы будем долго на пальцах... Так, скажите, видно или нет, ставьте плюсик. Давайте ваш любимый евро-доллар включим. Как он здесь нервничает, как раз. Отлично. Суть в чем? Методы, да, определения. Вот если мы включим просто дневной график, там свечки. И... Так, давайте сейчас... Так вот сделаем. Идея в рейс-анализе состоит в чем? В том, что если у нас... Вот он есть бар, да, там, либо свеча, если для нас с вами по-простому ее там делать, то для нас очень важное значение играет цена открытия. То есть если мы вот здесь открылись где-то, а закрылись верхний третий, где-то вот здесь у пикушки, это о чем говорит? Это говорит, а... Что, скорее всего, это свеча, естественно, быча, да, то есть она растущая, это первый вывод. Второй вывод, это... Что на рынке в этот момент преобладает сила именно быков, то есть сила покупателей. Почему? Потому что что значит вот этот спред или эта свеча? Что... Вот здесь цена открытия у нас, да, что цена открылась, там дневка начала падать, да, просто цена валится, 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 валится куда-то, да, и потом в один момент ее остановили, подхватили, и она начала... Цена отрастать обратно, и в итоге вот так закрылась, правильно? И мы получили вот такое скимо. О чем это говорит? О силе быков, которые подкинули цену, остановили ее и вернули обратно, и закрыли еще верхние трети. И вот это значение верхняя треть, это очень важно у верхней границы, когда мы закрываемся. Это говорит о силе, да. Когда мы с вами закрываемся где-то близко к середине, да, то это говорит о неком балансе на рынке именно в этой свече, то есть это не... такой может быть не самый лучший вариант. И, соответственно, если мы закрываемся где-то в нижней трети и получаем вот такую фигуру, да, то это говорит о слабости медведей, и о силе быков, и, скорее всего, что-то какая-то некая нисходящая динамика. Как вариант, да, вот здесь, давайте я вам приближу, чтобы вам не напрягать глаза. Как вариант, можно рассмотреть, к примеру, вот эту свечку, да, видите, то есть она открылась, потом закрылась ближе к нижней трети, да, и, в принципе, получилась такая нисходящая медвежья свеча. После нее, в принципе, мы получили здесь, по сути, потом движок вниз, да. Понятно, что здесь были так называемые дожики, вот эти такие крестики, непонятные свечки, при том, что это дневные свечи, да, это дневной таймфрейм, это не просто чего-то там. Вот, но при этом здесь мы увидели такую разворотную свечу, потому что до этого ведь тренд шел наверх, да, ну, локальный тренд, как бы, да, вот пошел отскок раз в 3-4 дня, а потом здесь съели, и цена пошла в обратную сторону. Но сегодня у нас вебинар не о свечном анализе, к счастью, да, наверное, а все-таки о BSA, поэтому давайте двигаться дальше. Так, на этом моменте все понятно. Ставьте плюсик, если все понятно по поводу по поводу этой истории, да. Так, возвращаемся к презентации. Ну, и вот таким образом вы можете это сфотографировать, там, запомнить, кто новичок. Да, пока что мы такие базовые вещи разбираем, сейчас мы посмотрим больше графиков, больше каких-то мясных вещей, то есть всегда вначале нужно немножечко подготовить, да, подготовить аудиторию. Так, погнали дальше. Дальше у нас и что? Спред мы обсудили, дальше у нас как раз гистограмма объема. То есть здесь все достаточно просто, и как мы уже привыкли в BSA-анализе, да, вот чем мне нравится, то, что здесь все на класс, все примерно, да, и вот человек должен сам свой мозг замечательно включать и примерно анализировать, смотреть, как бы, что происходит на графике. Итак, мы здесь получаем, если спред у нас три варианта, там, узкий, средний и широкий, да, то в плане гистограмм у нас целых четыре варианта, но все равно немного, это низкий объем, средний объем, высокий и крайне высокий объем, да, то есть это все тоже эти цифры от одного до четырех, это также все примерно, но вот вы можете видеть на графике, что как это такая скрин из классической книжки, метод Вайкова как раз, и вот там вот усредненное такое есть значение по, то есть когда единичка, мы видим, что совсем мелкий объем, когда двоечка, это какое-то что-то среднее, действительно, да, высокий, крайне высокий, здесь уже визуально, когда гистограмма объема выбивается из общей среды, да, ну давайте немножко практики, посмотрим именно на графике, вот эту всю историю, как оно выглядит в реальности, да, так, еще раз демонстрация экрана, кстати, важный момент, давайте еще потренируемся в плане определения спредов, да, вот насколько будет визуально вам понятно, где у нас какой спред, давайте посмотрим, к примеру, ну давайте с простого начнем, вот этот спред, вот эта свеча, я надеюсь, все запомнили, что свеча, это и есть спред в ВСА-анализе, да, вот эта свечка, которую я показываю, это какой спред, низкий, средний или широкий, точнее узкий, средний или широкий, один, два или три, поставьте цифру, Коля, напишите в чат, я посмотрю, вот эта свечка, видите, все, все у нас опытные бойцы, все знают, что это широкий спред, спред, чуть-чуть по, похитрее, что-нибудь найдем, ну давайте, давайте вот это, вот этот спред, вот эта свеча, это один, два или три, узкий, средний или широкий спред, как вам кажется, вот это или вот это, допустим, да, вот можно такое посмотреть, вот здесь, да, вот эти все истории, да, абсолютно верно, двоечки, в основном это будет относиться все-таки к двоечкам, и естественно, вот эти обглодыши, да, вот эти куцы и свечки, по-другому не назовешь, да, это узкий спред, единичка, то есть здесь все предельно просто и понятно. Давайте теперь посмотрим по объему, здесь, кстати, в плане объема у нас сразу есть несколько нюансов и давайте по ходу дела их сразу определим. Первый момент, где найти объем, что делать и вообще куда бежать. Если у нас с вами терминал, допустим, МТ5, да, как у меня в данном случае, то есть ровно, ну, по сути, два-три варианта, как найти объем, да. Первый вариант это загрузить вот здесь такие тиковые объемы, просто правой кнопочкой мыши объемы, да, ага, а что-то они не грузятся, или что-то. Так, странно, ну, давайте вот здесь Facebook я включил, вот, вот они у меня здесь есть, я не пойму, почему там у меня не грузится, или не туда нажимаю, вот здесь у меня есть, допустим, объемы, ну, акции Facebook, не важно, да, вот мы взяли здесь за основу, вот такая здесь гистограмма, так, все где-то, я надеюсь, отлично. И второй вариант это найти в индикаторах объемы и вот volumes, да, обычный объем. Здесь все стандартно, ничего там выдумывать не надо, разноцветные штуки, нажимаем, вот таким образом это выглядит более, может быть, как-то визуально понятно, да, но я скажу честно, что ни тот, ни другой вариант мне не очень нравится, да простят меня в Admiral Markets и вообще в создатели МТ-терминала, все-таки и тот, и другой объем, он не точный и, как мы можем посмотреть, вот здесь вообще он не совсем корректно, как мне кажется, отображается, вот здесь он какой-то усредненный, это дневные свечи, окей, даже мы посмотрим с вами часовые, допустим, да, часовые свечи, здесь уже как-то получше, но оно все равно такое все, как бы, помягче сказать, оно все вот в каше, да, то есть не совсем непонятно, что здесь делать и куда бежать по данной истории, да, вот как-то тяжеловато. Самый простой вариант, ну, несколько есть вариантов, где найти объем, один из вариантов это какой-нибудь биржевой терминал, я не знаю, квик посмотреть или еще какой-то, ну, в основном платные это будут терминалы, да, биржевые, где информацию по фьючерсам можно смотреть или там по акциям. С другой стороны, почему же интересно нету объема у меня, на, ну, давайте здесь в любом случае объем будет вот такой лучше, чем вистаграмма просто, вот, допустим, по евро-доллару вот он объем, это дневной, дневной таймфрейм, да. Соответственно, если мы, есть еще проще вариант, к примеру, вот я вам открываю сразу вариант, есть сайты новостные такие финансовые порталы investing.com или tradingview, там очень хорошие котировки, хорошие графики, это абсолютно бесплатные сайты, денег никаких не стоят, и можно здесь удобно смотреть котировки, в том числе с объемом. И вот обратите внимание, вот здесь я объем приближаю, да, отдаляю, и, как мне кажется, ну, хорошо, это S&P, давайте посмотрим, шестье, фьючерс, стоп, фьючерс на евро, так, они могут, кстати, нам здесь не их не показать, сейчас везде сделали платную подписку, здесь ее могут, кстати, отменить, так, а если мы евро, ну, ладно, давайте с евро-долларом с этим беда, что-то у нас сегодня везде, давайте посмотрим быстренько, SPY, это биржевой индекс на, как раз, S&P, да, вот здесь вот таким образом выглядит гистограмма объема, достаточно наглядная, удобная, если мы включим ее здесь, вот, вот таким образом она выглядит на биржевом, на ETF, на биржевой индекс, то есть, ну, мне кажется, что здесь намного более наглядно и понятно, и вот давайте для примера также посмотрим, именно спреды мы с вами определились, да, то есть свечки, там, узкие, средние, широкие, давайте посмотрим по объему, вы помните, что у нас есть 4 варианта объема, низкий объем, средний, высокий и крайне высокий, либо я называю его еще экстремальный объем, и вот давайте с вами по-простому посмотрим, вот допустим, ну, давайте тоже с простого начнем, что вот это за объем, вот этот, красный, единичка низкий, двоечка средний, троечка высокий, четверочка крайне высокий объем, напишите, ну, естественно, сегодня у меня одни опытные здесь бойцы, все все знают, все все понимают, естественно, это четверка, это крайне высокий объем, как определить крайне высокий объем, да, тут скажут, а сколько должно быть контрактов, или какое количество, нету такого понимания, потому что на каждом инструменте, на каждой акции, фьючерсе, валюте, криптовалюте, свой объем, и, ну, нету золотых цифр, понимаете, то есть они меняются, в зависимости от квартала, от месяца, от недели, то есть мы смотрим в среднем, мы смотрим, вот, берем налево на графике, смотрим, и просто вот берем даже вот этот участок, и смотрим, где у нас самый большой объем, где чуть поменьше, где меньше, меньше, и где самый низкий, да, я думаю, что здесь все понятно, к примеру, естественно, вот это будет троечки, я думаю, что вы уже поняли, да, троечки, то, что, а, кстати, вот что здесь удобно, еще вот в этом поисковике, в трейдинг-вью, они делают вот такой как бы мувинг, то есть усредненное значение сразу, там, за 20 дней, в данном случае, это дневка, по объему, и мы видим уже среднее, все, что у нас под мувингом, по сути, это уже есть среднее, примерно, да, то есть где-то двоечка, иногда бывает два с половиной, то есть что-то такое между, естественно, не книжный вариант, книжки, это хорошо, но в реальности все не так просто, да, и есть какие-то низкие объемы, да, вот когда мы особенно вот так вот можем сделать, можем посмотреть, что вот здесь низкие объемы, здесь, да, там, то есть низенькие объемы, я думаю, что всем так же визуально могут быть, ну, здесь все достаточно понятно. Да, да, трейдинг-вью, но здесь просто тоже, по сути, трейдинг-вью, как бы графики, не знаю, вот недавно там что-то ужестили подписку, вот везде порезали, везде денег просят, там, 5 долларов за ту котировку, за другую, ну, здесь вот было недавно, как это уже делать, блин, уже поджали. Суть в чем, это не так важно сейчас, важно, важно другое, да, важно, что мы с вами определили по поводу среди, так, друзья, еще раз, напишите, всем ли понятно то, что мы говорим, то есть всем ли понятно, так, секунду, всем ли понятно, вот это гистограмма объема, и вот эти от 1 до 4, ставьте плюсик, если всем все понятно. Ну, я уже объясняю, как, знаете, вот для трехлетних детей, там, с раскрасками, которые сидят во дворе, вот, примерно на такой уровень, поэтому я думаю, что всем понятно. Погнали дальше, самое интересное, сейчас посмотрим, и потом поговорим о контексте, о тренде и так далее, о плюшках, да, вы скажете, хорошо, Виталий, ну, вот какие-то красивые истории, какие-то красивые графики, а что делать, куда бежать, и вообще, чего мы ждем, чего мы ищем, да, или давайте, наверное, даже, вот, как лучше сделать-то, наверное, нет, давайте все-таки по порядку пойдем, есть основные модели, их колоссальных, великое множество, этих моделей, веса и анализа, я выбрал те, которые основные, не все далеко, не все, которые я использую, но которые основные, которые работают, которые работают на вот этих рынках сейчас, да, быстрых рынках, фьючерсы, акции, валюты, криптовалюты, то есть, где мы можем посмотреть объем, и где мы можем найти, вот, более частые модели, потому что есть такие модели, как, допустим, кульминация покупок, продаж, и, ну, еще рядом модели, не буду их называть сейчас, они встречаются в раз, там, в четыре года, надо сидеть рыбачить, ловить, искать эту модель, и она еще не всегда работает, то есть, это так не интересно, да, то есть, интересно, то, что вот более часто встречается, то, что работает, понятно, что не в 100% случаев, но достаточно эффективно, и, в принципе, наглядно, и вот давайте пробежимся быстренько здесь, по, по ряду моделей основных, да, первое, пыльчий объем, медвежий объем, здесь все достаточно просто, переходим на наш легендарный экран, и будем с вами смотреть, да, простите меня, Admiral Markets, но не здесь будем смотреть объем, именно, да, здесь хорошо быстро там покупать, продавать, но удобнее смотреть вот в какой-то такой петрушке, именно объем, да, а давайте посмотрим что-нибудь интересное, типа, 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 Тесла, на Тесле просто очень такие резкие рубленые движения, резкие объемы, я думаю, что вам будет наглядно, понятно, интересно. Итак, что касается, бычий медвежий объем, у нас первые, первые два ключика, ну, давайте с простого тоже начнем, что такое модель, медвежий объем, это когда у нас есть какой-то объем, да, желательно, чтобы в данном случае он был большой, высокий, крайне высокий, да, или средний, и есть какая-то свеча, которая, ну, конкретно у нас медвежья, да, то есть она открывается в верхней трети, закрывается в нижней трети, да, то есть вот такой объем у нас называется медвежий, что он показывает, он показывает силу медведей, и то, что у нас пришел какой-то жирный продавец, придавил, или покупатель выбежал, из, из цены, что, из инструмента, что тоже может быть, и, соответственно, мы получили резкий движок в одной из сторон, и увидели, медвежий, так называемый объем, да, то же самое можно посмотреть, допустим, вот бычий объем, да, вот у нас такой объем растущий, да, и мы видим какую-то там зеленую свечу, естественно, мы ее видим уже постфактум, и ежу, понятно, да, но когда мы с тобой увидели, по крайней мере, вот эту свечку, вот эту, вот на ней уже был, вот раньше здесь объем, мы видим признак силы определенной, да, признак определенной силы, если мы с тобой спекули, и, допустим, сидим, не знаю, вот отсюда в шортах, я, к примеру говорю, увидели вот такую историю, пора туда валить, если мы спекули, да, если мы позиционные трейдеры, инвесторы, да, то, естественно, нас это не смущает, но это другая история сегодня, я думаю, что, а давайте, кстати, посмотрим, чтобы я ничего не думал, напишите в чат, кто, кто, сколько в среднем удерживает, ну, удерживает инструмент, то есть, допустим, интродэй, там, не знаю, 2 часа, 5 минут, день, неделя, месяц, напишите в чат, тоже будет полезно мне понять, какая она сегодня аудитория, я думаю, Роману будет полезно понять, какой, какие трейдеры, да, собираются, может, кто-то напишет, блин, я держу позицию 40 дней, да, как пост, от цели до цели, от четырех часов до недели, 24 дня, 2-3 дня, интродэй, так, еще, еще давайте варианты, чтобы мне понимать, пишите пока, суть в чем, в том, что, это у нас дневные графики, дальше мы еще интродэй посмотрим, какие-то штуки, да, но просто, так, стоп, но просто на, вот, дневках изначально, ну, достаточно просто, понимать, да, вот бычья свеча, естественно, да, вот там, медвежья, да, то есть, естественно, не всегда это бывает, там, железобетон, вот, к примеру, вот здесь была у нас, по факту, медвежья свеча, да, и вот многие там, кто изучает эмоциональный, сказал бы, что здесь все шартовая модель, и так далее, вот здесь взяли, там, зашартили, и все, и поднеслась вниз, да, но здесь так это не получилось, у нас там продавили наверх, то есть, ну, такое бывает, здесь нужно уже смотреть на тренды, на уровни, это, там, чуть дальше мы об этом немного поговорим, хотя это требует целой отдельной лекции, именно это даже двух, тренды и уровни, вот, но здесь мы, вот, в контекст нужно всегда смотреть, один, пять дней, два, семь дней, четыре часа, ну, в основном, я увидел, услышал, что, либо это у нас интердей, что обычно бывает, либо вот как раз пара часов, где-то четыре часа, либо пара дней уже, свинг-трейдинг, так называемый, который я очень долго так торговал, два-пять дней, примерно, два-пять дней, то есть, в рамках одной торговой недели, да, хорошо, бычья и медвежья свеча, я думаю, ну, это примитив, я думаю, что здесь все понятно, погнали дальше, да, дальше у нас более интересные штуки, это останавливающий объем и проталкивающий объем, вот здесь мы поговорим с вами чуть побольше, так, подключаю экран, останавливающий и проталкивающий объем, о чем здесь идет речь, вот когда мы говорим про останавливающий, либо проталкивающий объем, безусловно, здесь важно, важен становится уровень, потому что проталкивающий объем, через что он проталкивается, или еще называется прыжок через сопротивление, прыжок через поддержку, то есть, как бы, само название модели, оно подсказывает сопротивление, поддержка, то есть, наличие какого-то уровня, беда большинства людей, что они не знают, и не хотят вообще видеть, никакие уровни, они просто от фонаря работают, и просто увидели модель, и бомбят в разные стороны, соль, и самая главная фишка в БСА анализе, ну, не самая главная, одна из ключей, это работа именно с уровнями, то есть, модель, каждая модель, она намного сильнее, да, она там, утраивается, не знаю, потеряется в точности, если это вблизи какого-то важного, ключевого уровня, вот это поймите для себя четко, ну, допустим, я здесь взял Теслу, ну, просто здесь хорошие такие уровни, и обозначает, опять же, отдельная лекция, вы, я не знаю, на YouTube-канале можете найти, по-моему, на Admiral Markets есть старый вебинар, и просто на YouTube набрать, там, Виталий Сергеенко, и там один из первых будет большой популярный вебинар про уровни, потому что он там больше часа занимается, он по себе не буду сегодня на этом останавливаться, но суть в том, что уровни – это не линии, в Fibonacci это хорошо, но с ним далеко не уйдешь, уровни – это области, области накопления объема, и вот я их здесь обозначаю такими диапазонами, от которых мы с вами взаимодействуем, работаем, и именно вблизи вот этих уровней, да, этих диапазонов мы и находим точки, и находим вот эти модели, да, допустим, тот же прыжок через сопротивление, поддержку, либо проталкивающий объем, вот это очень важный момент. Так, давайте вернемся сюда, и вот та же Tesla, мы потом посмотрим сейчас еще другие инструменты, я здесь просто его беру, потому что вот до этого мы сейчас посмотрели, да, вот у нас здесь с вами есть, ну, примерно вот такого формата, можно здесь взять уровень, смотрите, зеркальный, да, вот здесь были, здесь стояли, это дневные свечи, миллион лет здесь стояли с вами, видите, и вот здесь пришли, от него откололись, торгуемся ниже, явный уровень, явный признак здесь какого-то интереса, да, какого-то спроса, предложения, и что нам здесь важно, да, важно, это вот такие рубленые движения, как вот здесь, да, давайте я приближу, все-таки, то есть мы уже определились, что где-то вот здесь есть, есть уровень, здесь не идеальный пример, но его можно засчитать, это модель, проталкивающий объем, да, либо прыжок, ну, здесь нету такого, потому что идеально он бы должен был вот отсюда, откуда-то, да, плюхнуться сюда, наверх, но здесь не идеальный пример, но красивый спред, на повышенных объемах, то есть объем должен быть тройка в среднем, да, три, три с половиной, я вот так скажу, и проталкивают просто через уровень, его резко пробивают, и закрываются выше, то есть вот здесь это классический пример, очень хорошо произошло, и цена закрылась, верхние трети, да, и, соответственно, начала торговаться выше, да, все видят вот этот, что здесь есть уровень, и то, что здесь вот такой резкий уход, поставьте плюсик, да, я смотрю вертикальные объемы, прайс-экшен сегодня не будем сильно вникать, это еще отдельный наворот, да, то есть мы смотрим пока такой сегодня общий, да, у нас все-таки общий вебинар сегодня, потому что именно про VSA и базовые модели, мы сегодня не будем там улетать, тем более мы уже в тайминг не укладываемся, нам немножко ускориться, соответственно, что еще у нас, вот здесь можно выделить такой уровень сопротивления, да, локального некого, и вот у нас также есть прыжок через сопротивление, вот здесь стояли в диапазоне, торговались, накапливали здесь пачку ордеров, потом бум, да, закрылись внизу, и потом пошел уже такой импульс, пошел вниз, да, видите, то есть это тоже типичный пример, вот здесь, кстати, вот эта свеча, она не на таком высоком, так, стоп, не на таком высоком объеме, да, но вот чуть выше здесь в моменте среднего, да, чуть выше, но это такая двоечка хорошая, но такое тоже бывает, когда все-таки, вот тоже можете запомнить себе такую вещь, очень часто интересные движения, да, они происходят именно на среднем объеме, на два, два с половиной, то есть редко именно на четверках, на тройках, да, там какие-то супер прорывы, все-таки, самое интересное, ведь происходило не вот здесь, не на пробое, а происходило вот здесь, когда происходило накопление, видите, и происходило накопление на среднем объеме, вот вам сразу лайфхак так удаю, а пробой пошел уже на тройке, понимаете, то есть интерес, крупняки заходят вот здесь, они не заходят на движение, вот на этом мультике, они заходят вот здесь, то есть это колоссально, это тотально важный момент, потому что сразу вам еще в догонку говорю, как бы идею, что все движения, когда широкий спред, да, там тройка, и четверка объем, они, ну, блин, в 85 случаях, наверное, заканчиваются резким разворотом, вот как здесь, хлоп, здесь четверка, куда мы пошли, то есть, по некоторым идеям, у некоторых учителей ВСА-анализа, мы должны улететь в космос, потому что здесь пробой и пошли куда-то в космос на четверке, но чаще всего, когда я вижу четверку, да, стоп, здесь точнее тройка, а здесь четверка объем, это признак разворота локального, потому что резкость, вот такая рубленность движения, она возникает где? Она возникает в конце фазы, она возникает в конце импульса, в конце локального тренда, резко, то есть, движение вот такое, да, это вот такие большие свечки, оно очень неустойчиво, потому что вот такое движение, оно длится очень мало, оно мало по времени, вот такое движение, оно очень устойчивое, оно может двигаться бесконечно долго, да, вот то, что у нас происходит на S&P, да, еще раз, S&P, вот она, структура, понимаете, вот такая структура, может двигаться 10 лет, как она двигается, да, а вот такая структура, она двигается не действие, вот биткоин, сразу здесь с объемом, с битфинексом подгружая, вот, раз, два свеча, огромный объем, большой спред, да, спред тройка, объем четверка, видите, бум, и погнали в обратную сторону, вот здесь обратите внимание, тоже объем четверка, спред тройка, куда мы пошли в следующий раз, наверх, то есть, это неустойчивое движение, рубленное, да, вот я его называю, то есть, его здесь колбасит, как, ладно, не будем, какие-то плохие примеры приводить, с учетом, что это движение резко заканчивается, а то движение, которое вот сейчас у правого края графика, да, видите, на низком объеме, спокойненько здесь вялится, оно здесь может вялится очень долго, да, вот как здесь, плавно расти, плавно снижаться, низкий объем, низкий интерес, люди уже немножко напугались, они здесь могут очень долго кантоваться, долго там, накапливаться, скажем так. Так, открытие позы постфактум, немножечко не понял вопрос, последний рост серебряет неустойчивое движение, так, теперь уж не знаю, здесь будут объемы или нет, но фьючерс отключили объемы, что ли, душат варвары. Так, это московская биржа, здесь, нет, отключили объемы, но, если просто смотреть, если просто смотреть по спреду, дневной график, вы имеете в виду вот это движение, ну да, вот эти раз, два, три, вот это ускорение, оно говорит о чем? О том, что такое движение долго не продлится, скорее всего, но, даже здесь объем не надо смотреть, вижу, понятно, что он здесь большой, да, вот здесь, кстати, хороший пример, даже без объемов, я могу сказать, что здесь проталкивающий объем, классический, видите, вот, вот эта свечка, вот эта свечка, это классический проталкивающий объем, после которого мы уходим, то есть, проталкивающий объем, это признак силы, признак силы, в данном случае, буков, и мы торгуемся намного выше, да, если здесь у нас, ну, надо смотреть, там формируется, допустим, вот такой уровень, и вот здесь мы сейчас резко протолкнемся, остановимся вот здесь, а здесь будет объем повышенный, то это проталкивающий объем обратную сторону, и мы также резко упадем обратно на 15, 15, 15, 15, 50, это честный уровень, то, что я здесь вижу, золото перегрето, золото вот сейчас очень высоко, понятно, что ставку снижают по Америке, фондовый рынок растет, но золото, вот 1400, и также вот серебро, там, 16, это не, ненадолго, я думаю, что здесь будет глубокая коррекция, куда-то вот 15, 50, 15, 15, ровно. Так, немножко я отвлекся от сути, от сути, что у нас еще, проталкивающий объем, и, так, сейчас, вернемся, давайте, презентация, останавливающий объем, то есть мы уже об этом, в принципе, поговорили, давайте еще раз, останавливающий объем, это резкость, останавливающий объем, если вы просто, даже это, после этого вебинара запомните, это уже будет не вредно проведенное время, и уже сэкономленные сотни, может быть, и тысячи долларов. Останавливающий объем, это вот, что-то, поезд ехал, это вот как здесь, да, поезд ехал, по биткоину на 20 тысяч, там, пилил, 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 бам, стену, его остановили, огромный объем, почему здесь возникает такой большой объем, огромное количество ордеров, да, кто-то с рынка заходит, там, лимиты срывает, стопы срывает, кто здесь там шортил, да, и вот в этом, в этой локации, да, вот здесь, в этой свече, там очень много людей осталось без штанов, либо, наоборот, заработало много денег и выскакивали, выскакивали, выскакивали оттуда, понимаете, поэтому мы видим огромный объем, всегда признак большого объема, это всегда, большого это тройка, четверка, особенно четверка, это останавливающий объем, то есть это четко нужно себе понять. Так, погнали дальше, что уже Роман скоро будет ругаться, у нас тайминг улетел к черту просто. Так, аптрасты вытряхивания, более сложная модель, аптрасты вытряхивания, это, давайте поищем, допустим, если взять даже ваш любимый евро-доллар, то здесь постоянный, постоянный, аптраст это у нас, когда на снижающемся тренде идет вот такая история, смотрите, идет история, история, потом бум, немножечко задернули выше, собрали стоп вот здесь, и цена пошла по тренду опять, да, это аптраст называется, аптраст, а вытряхивание, это наоборот, когда мы пилим наверх, пилим наверх, в какой-то момент, бум, сбили вот здесь ордера, и пошли, такой ложный замах, ложная история, и вот на евро-долларе очень часто такое, обратите внимание, вот здесь, оп, бум, задернули выше, пошли вниз, да, вот здесь то же самое, ну, здесь, наверное, лучше, да, показать, вот, двинулись, пробили вверх, и двинулись вниз, вот, когда мы четко знаем, куда направлен тренд, в данном случае он вниз, естественно, направлен, да, глобальный, то вот такие движники наверх, да, более глубокие, коррекции, их всегда можно, им нужно использовать для дозалива, либо там, перед перехода, перед захода, для, в данном случае, шарта, да, также, ну, здесь по объему не совсем будет корректно посмотреть, давайте я вам покажу вот здесь, опять Теслу включу, просто, почему Тесла, потому что по ней сентимент очень хорош, это акция, которую колбасит очень сильно, да, и ее многие торгуют, ее многие смотрят, и поэтому здесь, вот, смотрите, классический пример такого по Тесле, вот, кто как бы в танке, у нас нисходящий тренд, последнее, там, последнее время, и вот здесь просто филигранные примеры, смотрите, пикушкой сбивают, пикушкой сбивают, это у нас аптраст называется, аптраст, пикушкой сбивают, многие ошибочно могут подумать, что вот на этом большом объеме, но нет, его сбивают на вот этом средненьком, и аптраст, у него всегда признак, это где-то два, два с половиной объем, низкий объем, имеется в виду средний, средний объем, никто там не выпендривается, не дает больших объемов, да, не давит плечом, просто небольшая коррекция, придавили немножечко двоечкой, сбили, вот здесь самые близкие, вот как вы любите ставить вот эти дебильные стопики за пикушку, за ближайшую, сбили, хлоп, пошли вниз, классический пример аптраст. Так, по поводу аптраста понятно, друзья мои, ставьте плюсик. Аптрасты нужно искать, это очень такая хитрющая модель, я ее очень люблю, очень ее люблю, она реально классная, рабочая, вот здесь, обратите внимание, возня, да, вы после этого пробили, и тут нету никакой суеты, тут все на двоечки, потом единички здесь пошли, но на двоечки вот здесь хлопнули выше, бом, а движок уже, видите, на большой свече. И опять же, обратите внимание, еще раз, заостряю ваше внимание по ходу дела, большой спред, большая свеча, далеко ли мы ушли? Нет, это разворотная модель, она очень быстро скорректировалась, понимаете, то есть, с одной стороны, вроде бы это признак силы, да, как будто продавили, но так как здесь четверка, очень резкий идет отскок, то есть, если бы у нас здесь была тройка, то мы бы подольше задержались. так, Роман, у нас есть еще время или надо уже закругляться, или есть там 7-10 минут, можешь мне сказать, что информации еще много, на самом деле, но вот я переживаю, так, 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 есть еще такой принцип, как усилие-результат, да, вот, если мы возвращаемся к презентажке, вот здесь у меня написано усилие-результат и другие модели, модели миллион, да, то есть, я еще использую не просто свеча плюс объем, а я целые формации из нескольких свечей плюс объем использую, тогда больше, в целом видно картину, более глобальную, потому что я торгую в последнее время дневные, четырехчасовые свечки, не ниже, то есть, там есть больше моделей, но мы сегодня говорим о более простых таких историях, вот усилие-результат, одна из таких историй, это вообще понимание того, что происходит, да, вот здесь у меня есть скрин, что эта тема состоит из нескольких свечей, сейчас, как правило, из двух-трех, сейчас я вам на примере, на примере покажу, и так, давайте посмотрим, давайте посмотрим, очень простой пример, ну, давайте, ладно, здесь его тоже покажу, простой пример, вот здесь, да, нам абсолютно, вы должны четко понять, вот не важно, что здесь написано, Тесла, Фейсбук, СМП, евро, биткоин, золото, это абсолютно не важно, важно то, что вот здесь, да, мы можем вот этот лейбл закрыть, и, и посмотреть просто на свечи, это будет более-менее везде повторяться, вот этот участок с вами возьмем, соответственно, здесь, что мы видим, у нас есть усилие, это что значит, усилие, это всплеск объема, да, усилие, то есть, объем, это как, такой пример, как бензин, да, то есть, залили топливо, нажали газа побольше, машина дернулась, поехала, да, здесь мы увидели троечку, хороший такой объем, хороший спред, усилие, то есть, надавили плечом, у нас хлоп, и цена, что я сделала, она открылась здесь, закрылась здесь, да, это первый признак результата, то есть, когда, открылись в нижней трети, ну, простым языком, да, в нижней трети свечи, закрылись в верхней трети, это первый признак усилия, усилия с результатом, надавили, чтобы купить, да, и оно закрылось наверху, то есть, купили, да, я, цена пошла вверх, Это первый признак результата. Второй признак результата, когда свеча, следующая, вот эта, открывается выше цены закрытия предыдущей. Да, вот здесь это произошло, несмотря на то, что свечка прогулялась вниз, но она это сделала. Она открылась выше, это второй признак, это подтверждение. Свечка зафиксировалась вот это, и вторая свечка открылась выше. Это второй признак силы. Да, и, как правило, этого уже достаточно. То есть большой объем растущий и две свечки в одном направлении, этого уже достаточно, чтобы сказать, да, здесь было усилие и есть определенный результат. Что такое усилие без результата, допустим? Ну, вот здесь неплохой, наверное, пример, хотя он здесь такой немножко кривоватый. Это когда у нас придавили к земле, да, допустим, акцию, да, какую-то котировку, а следующая свечка открылась вообще где-то в другом месте. Или, может быть, допустим, был здесь объем, у нас там растущая свеча, а следующая открывается и идет в противоположную сторону, да, вот как здесь, типа, да, если бы особенно было шире спред. И ты смотришь, думаешь, что такое, здесь же мы росли, был объем, а потом насвалились, и еще и такая свеча поглощения, да, вот съели прошлую свечу. Усилие есть, а результата никакого нет. Поэтому я всегда проверяю, все-таки, мне мало одной свечи. Для меня важно, что будет со второй, да, то есть что с ней случится, это дополнительный фильтр усилия и результата. То есть в PSA анализе это очень-очень важно смотреть по факту, что происходит. Вот не просто, потому что, понимаете, вот здесь эта свеча могла расти, 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 а потом в один момент ее просто могли слить, да, она могла улететь куда-нибудь вниз. Пока свечка не зафиксировалась, пока она гуляет, нет еще результата. Поэтому всегда все-таки ждите, что свечка закроется. То, что я вам показываю сегодня дневные графики, это просто, чтобы более было наглядно, да, и чтобы более чистые были модели. Естественно, можно смотреть там и 30 минутку, и дневку, ой, и часовку точнее, да, можно смотреть, и это также здесь работает. Я вот раньше активно 30 минутки торговал. Здесь, допустим, шикарно выглядит проталкивающий объем, обратите внимание. То есть вот у нас есть какая-то локация, бум его продавили на повышенном объеме, отстоялись, бум опять пробили, видите, объемом опять отстоялись. То есть вот на акциях такое очень хорошо работает, шикарно, да. Хотя есть вот такие моменты, да, вот здесь пробили, проталкивающий объем, и потом, видимо, уже было высоковато, и немножечко начали его съедать и перекрыли его обратно. То есть такие вещи бывают, это нормально, ничего стопутового здесь нету, то есть это нужно тоже понимать. Вот неплохой пример усилия и без результата, да, хлопнули, следующая свечка пошла вниз, да, то есть вот такое мы видим, но не очень это так сразу выглядит. Так, чуть голубым по Европам, но понятно вот то, что я последние 10 минут рассказывал. Ставьте плюсики. Отлично. Есть еще ряд моделей очень мощных, очень сильных, которые формируются из большого количества свечей, но о них сегодня мы говорить не будем. Я даже больше вам скажу этим свечам и вообще этому формату, я уделяю, как правило, часа полтора вот такого мясного режима, но в основном эта информация выдается для адекватных людей, кто готов работать, учиться, разбираться в этой теме, да, не просто там голубом смотреть. То есть для таких людей, кому будет интересно, вы можете там после вебинара там Роману оставить заявку, либо там под видео будет ссылочка, перейти, там будет информация о курсе, где вы можете более глубоко изучить эту информацию за абсолютно адекватную сумму, можете для себя вот тоже какие-то фишки понять. Хотя сегодня я вам даю большое количество мяса, большое количество информации, не скажу, что это какой-то базовый вебинар, да, то есть. Так, пара фишек еще важных, которые вы должны четко понимать. Почему VC-анализ не работает часто у многих трейдеров? Они говорят, объемный анализ нифига не работает, я вот здесь закинул 500 долларов, три кнопки нажал, слил их, блин, не работает нифига, вот я что-то там, три стопа поймал, слил 500 долларов. То есть первый вариант, момент, почему ты на трех сделках слил 500 долларов, то есть вопрос уже, наверное, не к методу VC-анализа, там, Price Action, Moving Bollinger или все что угодно, а вопрос вообще в твоем риск менеджменте. Почему у тебя вылетели в трубу депозиты от трех сделок? То есть вопрос не в методе, вопрос в риск менеджменте и в торговой системе, что она никуда не годится. Дальше ошибка основная, это не учитывание тренда или контекста, да, и, ну, давайте сразу возьмем, вот два здесь, это и не учитывать результат. То есть, сейчас перейду на демонстрацию. Первое, что здесь нужно понять, давайте дневку, все-таки тренд, я рекомендую смотреть на дневки, потому что некоторые смотрят тренд на 15-ти минутки, ну, это как бы не особо, да, то есть дневку, вот смотрим Тесла, та же самая, сегодня, не знаю, попала она к нам на разбор, и ежу, понятно, что тренд нисходящий, правильно? Правильно. Тогда какого лешего ты будешь торговать пробойные модели, допустим, прыжок через, там, какую-нибудь поддержку, скажешь, да, о, прыжок через поддержку, и объем нормальный, более-менее. Вот здесь зашел по самой пикушке, тебя вниз проточили, и вот здесь тебя стопили, скажем, лохотрон в РСА-анализ не работает. А у меня к тебе вопрос. Вот к твоей адекватности, вообще реальности, какого черта ты зашел в модель в лонг на донышке, когда у нас поезд идет вниз? Вот где твоя адекватность, когда у нас просто акция летит вниз, потому что у него там ужасающие отчеты, в убытках Иван Маск немножко не справляется с компанией, с тем, что он обещал, да, И при этом вот какая-то свечечка, ну ты же свечечка, ну и чё, и чего? Тебе же нужно понять общую тенденцию. Тренд, контекст, колоссально важен для объемного анализа. Контекст это и есть тренд, да. То есть, и то же самое, если у нас вот такая петрушка идет, хлоп-хлоп-хлоп, и здесь мы видим какое-то подобие аптраста, да. Да, тряханули и идут вниз, обратно. Ну, блин, ну, включи ты мозги, подумай, что у нас тренд нисходящий, на них работают как раз аптрасты, да. Аптрасты работают, потому что когда у нас вот идет вот такая движуха, очень часто сбивают здесь лимиты и идут дальше. Но если ты такое видишь, ну, блин, используй тогда эту модель, тогда она будет работать. А вот такие модели не будут работать, к примеру, да, понимаете? Так, понятно то, что я сказал, друзья мои? Ставьте плюсик. По поводу контекста. То же самое с результатом. То есть, вы должны ждать подтверждения, мы об этом уже достаточно много сказали. Усилие и результат. Об этом много нужно говорить и, там, десяток моделей найти. Вам сегодня домашнее задание поискать вот эти модели, усилие и результат, особенно если вы поймете, где есть результат, где его нету, для вас это будет, вы уже по-другому на график взгляните. Да, уже по-другому. То есть, когда вот я научился находить уровни, находить тренды локальные и понимать усилие и результат, у меня вообще тренд по-другому стал. Вот на меня вообще просто выпрыгнуло, он стал на меня по-другому смотреть. А когда еще я добавил объема в далеком 2012 году, уже страшно сказать, 2012 год, то трейдинг стал намного более точно, потому что ты уже видишь, что происходит, да, более детально. Потому что это биржевая информация, это не просто тиковый какой-то объем или какой-то мувинг, который у тебя только нарисован в терминале. Это информация биржевая, ее смотрят миллионы трейдеров, инвесторов по всему миру. Они смотрят на эти столбики и понимают, ага, сегодня, где у нас там дневной график, сегодня вот здесь у нас прошло там 4,7 миллиона контрактов, а точнее акций. 4,7 миллиона акций компании Tesla поменяли своих владельцев, да, уже что-то смотрят, там, объемчик средненький или объемчик низкий, ага, значит, то-то, сё-то, да. Понимаете, то есть это публичная информация, подтвержденная с адекватных источников. Так, дальше порция. Ну, то, что не учитывая таймфрейм, я об этом вообще молчу. То есть люди почитали книжку Вайкова, послушали Виталия Сергеенко, они что-то там говорят про дневные графики. У меня времени нету дневные графики смотреть, надо сходить вечером пивка попить. Поэтому я включаю пятиминутку и жбаню сотым плечом, жбаню на все деньги по ВСА-анализу, ловлю три лося, а мне закрывают по морженкулый счет. Я бросаю вот это все дело, говорю, лохотрон, что Вайков, что Виталий Сергеенко, кругу гонит. Чушь это не работает, я вот включу Боллинджера, буду бомбить по нему. Вот так это происходит. Сразу голову включаем, смотрим таймфрейм, понимаем, что все начинается с дневки, большинство людей смотрит дневку. Ты можешь смотреть 30 минут, час. Я не рекомендую никакому интродейтрейдеру опускаться ниже 30 минут. Дальше уже идет хаос, бардак, большое количество ложных сигналов, роботы. У нас у самих алгоритмические стратегии большой портфель, больше 6 стратегий алгоритмических, они колбасят как раз на минутках, 5 минутках, понимаете. Там вы со своим чаем и булочкой не успеете, они там шарашиваются со страшной скоростью. То есть и там уже шум, там очень много шума, там нет смысла тебе сидеть с булочкой и с чаем, понимаете. Так, неточные объемы тиковые, мы это уже обсудили вот на примере как раз МТ5 терминала. Да, да, что тиковые объемы какие-то унылые. Объем. Давайте еще раз кручу. Объем. Соответственно, вот такой он тоже какой-то немножечко печальный, да. Хотя вот многие трейдеры на валютном рынке, они все пытаются сказать, нет, ну объем же похож, похож на биржевой. Он, конечно, похож, но не на такой степени, да, вот как вот здесь все красиво, все понятно. И надо упрощать, надо просто упрощать то, что ты как-то смотришь и делаешь. Дальше не учитывают уровни. Про уровни может быть, в принципе, вы можете посмотреть еще раз мой вебинар на ютубе. Виталия Сергеенко, торговля от уровней, старый добрый вебинар. Кстати, первый он как раз на Admiral Market в лохматом году был в каком-то, в тринадцатом или в каком-то таком. И можете посмотреть, он абсолютно актуальный, адекватный вебинар. И что еще? Ну и может быть, если будет время и настроение, мы запишем обновленный какой-нибудь вебинар. Также на платформе Admiral Market сейчас уже, да, в 2019 году, именно по уровням. Потому что уровни – это колоссально важно в любой торговой стратегии, тем более в весе и анализе, если вы смотрите. И что еще? Что-то там у нас еще осталось. Да, и то, что я уже сказал, это торгуйте все подряд. То есть не смотрите, что лучшие модели вблизи уровней работают, не смотрите, что вообще у меня нет торговой системы, а огромные риски, по 20-30% риск на каждую позу. И если я немножко не угадал, одной-двумя сделками я вылетел в трубу. Да, и вот у большинства людей как раз такое происходит, они не угадывают, скажем так. Друзья, ну вот такой вебинар сегодня у нас получился с вами. Как вам формат? Понравилось ли то, что мы сегодня говорили? Давайте 5 минут возьмем на ваши какие-то вопросы, если что-то мы, может быть, упустили. Да, вот здесь у меня, кстати, еще... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Еще напоследок вам такие напутствия, да, чтобы вы также посмотрели. Ну, здесь у меня про таймфрейм написано MT4, но это я для себя, MT4, D1, да. Если вы именно бомбите интродэй, то, в принципе, не ниже 30 минут самое главное, ну вот не ниже, ну честно, я вам рекомендую. Так, что-то новенькое. Ну да, я сегодня постарался, в принципе, и стареньким, и новеньким все рассказать, чтобы вы знали и понимали. Так, друзья, есть ли какие-то вопросы, парочку вопросов, готов на них ответить. Пока вы пишете свои вопросы, еще раз на правах рекламы хотел бы сказать первое, что посмотрите мой вебинар по уровням, подписывайтесь на YouTube-канал, и Admiral Markets, где выходят мои вебинары периодически на мой YouTube-канал, подписывайтесь, пользуюсь случаем. И также важное сообщение, я думаю, что на YouTube под видео будет, и если вы запросите у Admiral Markets, вам могут дать ссылку на наш совместный такой лендинг, да, где совместно с Admiral Markets есть такая акция, брокерский счет плюс обучение, то есть вы, в принципе, можете... открыть счет у брокера, оплатить курс трейдинг под другим углом, это курс именно о торговле на фондовом рынке, прежде всего, если вам интересно с акциями разобраться. И вот здесь есть ряд адекватных абсолютных условий, при которых вы можете получить бонус потом на счет и со временем, там, сделав определенное количество сделок, получить себе бонус 200-300 долларов на счет, как кэшбэк, да, от курса достаточно интересная такая плюшка. Поэтому, кто будет потом на YouTube смотреть, ссылочка будет под видео, там одна из двух первых. И также, если вы там еще не открыли демо-счет или реальный счет, в Admiral Markets я рекомендую тип счета Admiral Invest, да, вот Hedge, у меня такой тип счета. Здесь только лонги по акциям, акции без плечей, это достаточно интересная тема, адекватная, если вы хотите диверсифицировать свой портфель, не только торговать форекс, там, крипту, да, а разные, разные именно торговать инструменты. Кстати, по поводу вот этого курса, который на этом сайте, это видеокурс, он, не надо там подстраиваться по определенным месяцам, определенную дату, то есть вы можете просто прийти, заказать его и уже завтра начать обучение, 10 плотных больших лекций, час плюс. И также есть там еще тариф с личной консультацией, если вам нужно еще, чтобы потом мы часик посидели, с вами лично пообщались, разобрали вашу ситуацию, вашу там систему, какие-то идеи по акциям, чтобы я вам дал, также есть там такой тариф. Да, вот как раз Роман скидывает по поводу Admiral Invest, переходите, кто еще не смотрел, очень крутой, на самом деле, очень крутой тип счета, именно при торговле акции. Это не CFD, не спот-рынок, это реально нормальные первичные активы, без плечей, без маржи. Так, вопросы, какие акции вы отбираете? Очень странный вопрос, ну, скажем так, у меня в портфеле несколько акций, первый тип акций – это дивидендные бумаги, те, которые дают на дистанции хороший денежный кэш-флоу, да, вот у меня в портфеле, у меня есть доходный именно портфель. Да, вот здесь, кстати, мне помогают, перематывают на сайт и на почту, если у вас есть вопросы, вы можете задать их, кстати, на почту официальную и на сайт, на наш перейти, там оставить заявочку, если вас что-то заинтересует. И это следующий момент. И дальше это… Так, что я сбился, что я хотел сказать? А, по поводу дивидендных бумаг. У меня в портфеле бумаги, которые дают 5-6 годовых в валюте, и еще за счет роста, ну, средняя, короче, доходность именно этого портфеля – 12-13 годовых в валюте. И также есть дивидендные бумаги, которые дают… ой, дивидендные роста, да, которые уже потенциал роста, там, 20-30 в год. Это именно такие растущие, мощные компании технологические. И в курсе как раз мы разбираем те основные, там, 8-10 коэффициентов, метрик, которые нужно смотреть, чтобы понять, как подобрать портфель, что нужно смотреть, какие значения должны быть у выручки, прибыли, прибыли на акцию, других коэффициентов, да, то есть это все дается за 10 лекций, и вы выходите уже, понимая, как собирать портфель. И если трейдинг, то трейдинг позиционный. Мы там учимся торговать, держать одну позицию 3 месяца минимум, то есть от отчета до отчета. А вообще вот у меня многие сделки в портфеле, я их держу 12-18 месяцев, 24 месяца, то есть у меня есть такие сделки, такие акции, то есть здесь ничего такого страшного нет. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос по поводу акций. Но это отдельный момент, единственное, что в основном у меня все-таки в портфеле именно прибыльные акции, которые выбираются по росту именно всех метрик. Редко стартапы какие-то, хотя в последнее время у меня есть спекулятивный портфель, куда входят IPO, новые технологические компании, робототехника, допустим, облачные технологии 5G, но там есть простреливают акции компании, которые не зарабатывают деньги, то есть у них растет выручка, но нет прибыли, операционные убытки. Такие штуки есть, но это как, знаете, венчур, такой, который может стрельнуть, а может и лететь обратно на 30-50%. Какую платформу вы можете порекомендовать для работы на Америке? Вот Admiral Markets, не зря я здесь провожу вебинар, у Адмирала есть MT5 терминал, там подключен Prime Broker, и это реальные акции, не CFD, без плечей, можете заходить и торговать американские акции реально, и вот все из ЕС могут спокойно торговать со страховкой 50 тысяч фунтов стерлингов, шикарный вариант. Запись будет, Алексей, запись будет на YouTube, но вот почта, куда написать, все есть. Какой актив привлекателен для инвестиций на 1-2 года? Ну, это уже более такой специфический вопрос, у каждого он свой, поэтому напишите мне на почту, вот на эту, и мы посмотрим вашу ситуацию, я вам подскажу. Акции легче торговать, чем валюты, природа рынков. Так вот у меня улетела. Разное там купил и держи, плечей нету. Но я согласен во многом, просто валютный рынок более спекулятивен, есть маржа, есть плечи. Но я считаю, что здесь не надо выбирать, надо дополнять. То есть можете на часть портфелей крипту торговать, часть портфеля для валютных стратегий, часть портфеля акций дивидендные, часть растущие акции, и участие там в первичном размещении. Лично я инвестирую во все. То есть, и часто для этого и не нужно огромных сумм денег. То есть у вас может быть, я не знаю, пятерка баксов, допустим, я не думаю, что это большие деньги, там пятерка баксов, и вы там, ну ладно, 3, 5, 7 тысяч долларов, и вы уже можете себе собрать портфель на маню. Сегодня объемы спекулятивные будут на ФРС или с определенным направлением? Ну, конечно, будет спекулятивный, скорее всего, будет вертолет. И в любом случае, потому что кто-то зайдет, кто-то выйдет, очень много там роботов сидит вот в этой ситуации. У нас у самих есть одна стратегия, так называемый новостной арбитраж, где на новостях роботы как раз ждут определенных движений и заходят отложками в одну из сторон. Поэтому там очень будет много возни, много будет поломанных копий, поэтому я все-таки рекомендую не заходить на новостях. То есть это очень важный момент. Какая разница, какой там будет объем, вот вам, Михаил, конкретно, если мы, одно из правил трейдера, который не хочет слить деньги, это не торговать, вот мое личное правило, не торговать два часа до новости, два часа после. Вот два часа после у вас пройдет, вы там успокоитесь немножечко, посмотрите, что с волатильностью, что какие свечки вышли, закрепится какой-то результат уже хотя бы на двух часовых свечах, и там уже можно что-то смотреть. А вот так вот прыгать в новость, в лихорадке смысл ни у кого нет, с пятисотым плечом смысл ни у кого нет. Да, вот или завтра. Завтра с утрца посмотрели, там, на Европе нормальная тема. Раньше Европы, завтра смысла ни у кого нет. На Лондоне смотрите, что там. Можно ли соотнести объемы на фьючерсах с торговли на Форекс? Ну, конечно. Конечно, я вот в свое время, когда только Форекс торговал, 12-й год, 13-й, 14-й, я и смотрел объемы на бирже семьи в Чикаго, да, 6Е, 6Б фьючерсы, допустим, 6А, да, если это там австралийский доллар. И эти объемы применял на спот-рынке Форекс. Нормальная тема. Ну, по поводу стратегии маркетмейкера и что там делают отцы, это отдельная история по поводу техники маркетмейкеров и как они раздвигают свои лимиты. Да, есть такая тема, но это абсолютно отдельная история, не в рамках этого вебинара. Ладно, друзья мои, будем заканчивать. Вам большое спасибо. Бомбим уже час 30. Большое количество информации. Надеюсь, вам сегодня было полезно. Если это так, то оставляйте положительные комментарии. Потом Роман или другие консультанты, кто с вами работают, скажите спасибо им, скажите, зовите Виталия про чаще на вебинары. Пишите мне, оставляйте заявки на сайте. Если вы на Ютубе потом смотрите, я знаю, что многие будут на Ютубе смотреть. Под этим видео есть две минимум ссылочки. Переходите там, смотрите информацию, открывайте счет, демку пробуйте, переходите на лендинг, брокерский счет плюс обучение. Оставляйте заявки, мы с вами свяжемся. И я думаю, все. И увидимся в следующем месяце, когда будет какой-то очередной интересный вебинар. Да, спасибо, Виталий, тебе за вебинар. Но также всем участникам спасибо за участие. Будем делать новые вебинары. Поэтому увидимся уже на вебинаре в следующем месяце. Также напоминаю, что у нас проходит серия вебинаров с доктором Элдером. И если у вас есть открытый реальный счет в Миромаркетс, то вы также можете попасть на эту серию и просматривать также все записи. Поэтому всем желаю хорошего вечера. Впереди через полчаса выйдут данные по процентной ставке, поэтому следите за вашим счетом обязательно и будьте аккуратны. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok